Изменился мой взгляд на понятие симптома. И я так думаю, что благодаря моему изменению взгляда стало интереснее работать с моими пациентами и видеть их результат. И поэтому я немножко хочу действительно поделиться своими видениями больше как в подходе. Да, вот в перерыв говорили по поводу еще практики. Практика моя как психотерапевта, но еще и как преподавателя вуза, кафедры психотерапии. И есть опыт работы, и я работаю продолжаю в онкологической клинике. Я работаю в онкологической клинике. Психотерапевт. Ну и психосоматика любого профиля. И соматическое работа любого типа. А также зависимости. Аддикции. Итак, по поводу метафоры. Все мы знаем, что метафора, метафоричность ее, это некая иносказательность, образность, переносность, фигуральность. И это важно понимать, когда мы слышим нашего пациента, клиента. Так как в основе картины мира любого человека лежит его уникальная метафора контакта с миром. Естественно, что она формируется с самого начала нашего зачатия, но несколько еще и раньше. Это из-за начала нашей существования, с момента концепции, или даже немного раньше. Все каналы, воспринимающие сигналы, через которых идет счет этой информации, визуальные, аудиальные, кинестетические. И это помогает принять и утвердить любую личностную трансформацию. И трансперсональный подход, он как раз и замечает видение этой трансформации на уровне трехуровневая. Метафора, она способна расширить привычные представления клинического симптома. Я говорю с позиции больше как врач. Меня учили тому, что выделять симптом, структурировать его и определять в МКБ-10 или другие классификации. Больше доверять стандартам. К сожалению, этим грешат очень многие клиницисты. Доверять только стандартам. Не доверять тем каналам, которые помогают нам принять еще больше информации о нашем клиенте. Метафора, она может структурировать терапевтическое взаимодействие. И что важное из моего опыта, и я думаю, что из вашего тоже. Передать бразды правления клиенту. Как наблюдателю процесса. Как человеку, который может жить с этим симптомом. Жить с этим состоянием. И я считаю, что метафорическое пространство это самая благоприятная среда. Некое творческое начало исцеления. Но для начала она помогает создать особый комплайнс между пациентом и вами. Специфический характер болезни нелегко поддается распознаванию. Симптомы представляют лишь внешние проявления болезни. Об этом еще писал Гардио в прошлом веке. И действительно, нужно понимать, в каком контексте мы будем работать с симптомом. Как мы его понимаем. Картина айсберга, она хорошо передает этот смысл. То есть, через симптом мы можем как ниточкой потянуться и достать глубины. А можем этого и не заметить. И погибнуть. Сам по себе симптом, он всегда многозначен. И симптом принимает свое знаковое бытие, начинает обозначать что-либо только в составе синдрома, симптома комплекса, статуса. Это опять же с точки зрения клинического медицинского подхода. Действительно, есть симптомы человека. Это чувственно, это наглядно, это остро. Это больно, страшно. И для человека, который испытывает давление любого симптома и воспринимает все эти эмоциональные реакции. Плюс повторение страха, страха ожидания повторения. Конечно, это меняет очень качественный статус жизни. И предложение как терапевта клиенту воспринимать симптом как нечто положительное, как нечто, дающее какую-то информацию, создает огромное сопротивление не только у клиента. но и многими интернистами, врачами. В то же время я обожаю вот такую метафору Миндела. Симптом как лучшая метафора жизни. Симптом — это лучшая адаптация на неадаптивные проявления окружающей действительности. И когда я предлагаю поэкспериментировать, посмотреть вообще просто на состояние, что происходит с вами. И говорить о том, что организм таким образом что-то пытается нам донести, сказать. И то есть как бы в этом плане клиент, он начинает доверять больше мне. Действительно, это дает возможность, во-первых, удлинять наши встречи. Так как первый контакт очень важен. Хочу остановиться на био-психо-социо-духовной модели. В этом плане я рада, что последние конференции, касаемые здоровья, психосоматики, проблем с зависимостями. Медицинские конференции стали допускать био-психо-социо-духовную модель и принимать ее даже как парадигму. То есть влиять не только на био, как это предполагалось первично. За счет фармакотерапии. Ну и подключать другие шаги. Био, то есть тело-физический потенциал развития, психо-эмоции, личности, разум. И тогда они открыли и принимали био-психо-психо-психо-психо-психо-психо-психо. Насколько это актуально для самого человека в взаимодействиях. И появился духовный аспект. Конечно, по поводу духовного аспекта в медицине очень все завуалировано. И по части искажено. Но на самом деле этот подход давно известен. И даже вот в Питере личностно-ориентированная терапия местищего. То есть это азы наших психотерапевтов российских. И это здорово, что появилась такая тенденция видеть человека во всех его проявлениях. Духовно-ориентированное направление психотерапии. Трансперсональная терапия. Процессуально-ориентированная терапия. Действительно дает возможность пересмотреть смысл симптома. И использовать его как некий ключ. Ключ к потерянной целостности. Целостное восприятие в отечественной психологии. Это отражение целостности, присуще воспринимаемому миру объективным. Но понятие объективности, оно очень широко. И для каждого по-разному. Образ, который формируется у человека в процессе отражения действительности, обладает высокой избыточностью признаков. В результате, если мы рассматриваем, что только мы просто избавляемся от симптома, как нечто чужеродного, структура жизни, жизненная позиция, организм в целом, социум, его взаимоотношения с миром. Претерпевает более деструктивные изменения. Отрицая, вытесняя симптом, анестезируя его, мы никак не можем повлиять на его существование. И поэтому в работе с клиентом необходимо прояснять полярности пациента. То есть наметить некий путь движения для объединения этих состояний. Хочу немножко поделиться своим опытом по поводу обращения с паническим расстройством. Очень актуальный, большой симптомокомплекс вегетативных проявлений. Ну и самый, я так думаю, что более значимый, это страх сойти с ума. Страх потерять контроль. Происходит полное недоверие своему организму. Человек боится остаться один с собой наедине в комнате. Взрослые люди боятся оставаться с детьми. Подразумевая о том, что они не справятся с собой, и детям для детей это будет плохо. Плюс добавляется нарастание симптоматики, ожидание приступов. Предложить клиенту войти в это состояние тревожности. Почему тревожности? Тревожность является основой панического расстройства. И таким образом, когда мы начинаем работать с тревожным состоянием, происходит некая как прививка, десенсибилизация. В этом плане мы используем разный подход. Работать с тревогой, работать как состоянием в индивидуальном плане. Либо это в групповом процессе и в работе с холотропкой. Два состояния, они соединяются. Перейти, подойти к своему краю, то, что предполагает аппаратуальная работа. Можно подойти к своему состоянию напряжения, дыхания в холотропной практике. То есть и в это время заглянуть немножко за край. Насколько я справляюсь с этим? Самое исследование необходимо осуществлять с поддержкой команды и инструктированием по дыханию. Регулировать свое напряжение, немножко усиливать, пробовать играть с этим. И действительно для многих это страшно и одновременно не так страшно. В этом плане дыхание выходит и в работе в индивидуальной, и в групповой как некий проводник, посредник. Между ощущениями, эмоциями и стратегиями я управляю этим дыханием, этим напряжением. И еще я заметила, что в потоке с работой с этими клиентами, с пациентами, определяются некие две полярности. Первое – это некая такая невозможность уйти в расслабление. быть спокойным. Для многих расслабление трактуется как потеря контроля, как слабость какая-то. и необходимая энергия направлять в это направление, учиться слушать свое расслабление. и вторая полярность. И вторая полярность – быть активным, возбужденным, напряженным, всегда что-то контролировать. Поэтому использовать метафору в качестве задавать задания для какого-то контроля. Контроля за теми же самыми ощущениями, за дыханием. И в этом плане американский сценарист Джеймс Фрей. Он сказал такие слова, да, потеря контроля – это всегда источник страха. И Джеймс Фрей в одной из американских стримплей но и в то же время источник и перемен. То есть две полярности. Если позволить себе рефрейминг, рассматривать вот этот симптом, как нерашифрованное послание разуму, то практика показывает, что это дает хороший результат. Хотела бы слова предложить Рудика Дальке. Тень приносит болезнь, а вот очная ставка с ней – выздоровление. Симптом – это часть тени, которая спускается на материальный уровень. Показывающая, чего не хватает человеку. и дающая ему пережить то, чего он не хочет допускать в свое сознание. Опоясывая тело и вынуждая человека обратить на него внимание. симптом возвращает ему целостность. Он несет ответственность за то, чтобы цельность не пропала окончательно. В этом и есть полярность. И цитируя нашего классика, хочу добавить, относиться к симптому несколько добрее. Как сказал Антон Павлович Чехов, Человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, и симптом. Поэтому я за движение, за то, что отчасти переходить к большему. И только в этом вижу путь выздоровления. И, конечно, я за движение, за то, что отчасти переходить к большему. Не прятаться, а говорить с пациентом о его состоянии. Благодарю за внимание. Спасибо. Все четко и понятно. Спасибо. 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 Спасибо.